ну что всем привет с вами виктор симкин вот так вот общаться сегодня так что жду ваших вопросов сегодня буду отвечать отвечать вам в режиме онлайн привет 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 из ярославль из отовсюду дела отлично привет тренер кому-то ясный тренер уже напишать курс присылай фотки спасибо настроение отличное отлично прошел новый год отлично с семьей посидели отдохнули тренировки по плану все четко как просушиться на тураху все зависит от формы и от кондиций почему не поехал на дайские каникулы ну потому что планы сейчас стоят все таки вывести форму немножко другой уровень все таки стоят задачи более серьезные на этот год из-за этого все таки отдыхать времени не было мэнс классик ну дай хотим нет операции на ноги у меня не было у меня была операция на горло когда делают операции на горло делают обязательно и заматывают обязательно ноги для того чтобы не образовался тромб как убрать живот ешь правильные продукты давайте поинтереснее вопросы какие стриптиз расстегиваю кофту для стриптиза будете долго смотреть и получите стриптиз что человек конечно спасибо буду стараться вывести в лучшую форму конечно же пропорции хорошие спасибо стараюсь для этого и развивались вот все таки кондиции мои при короче зависит сейчас именно направлено на создание более хороших пропорций вот весь тренировочный процесс у меня на этом и основа вообще я постараюсь ребят снимать больше видео немножко не было времени понятное дело занимаешься очень много делами и работа и семья и в то же время видео снимать понятное дело что если ты захочешь получится все но буду стараться буду стараться больше вас радовать где покупать гормон роста да если существует миллион сайтов заходи покупай про карту вот с этим занимаемся сейчас получаем про карту персонально тренирую в Калуге тренирую сейчас ну в ближайшее время переберусь в Москву буду тренировать в Москве на постоянной основе спасибо спасибо за такие приятные слова очень приятно онлайн тренировки тоже провожу у меня сейчас большое количество онлайн персональных тренировок таких онлайн спортсменов которых я веду в том году у меня Дмитрий Воробей онлайн стал обладательным прокраской так что это очень даже эффективно тренировки онлайн очень эффективно тренировка онлайн потому что особенно для тех кто все таки уже в спорте познал кое-что хоть понимает да саму специфику работы и всего лишь надо правильное планирование циклирование и периодизация им вообще идеально подходит по тренировке онлайн и даже если тренировки онлайн там с плохой техникой да парень подходит у нас всех новых технологий сними видео отправь я скажу что надо поправить ну я стараюсь поднабирать да сейчас задача все-таки немножко вырасти ой маларославца привет привет маларославец в три раза в неделю турниру УИКа три раза как начать участие в медсизих подготовить форму прийти на соревнования зарегистрироваться и участвовать буду стараться выходить в трансляции чаще отвечать на ваши вопросы но самое главное чтобы вопросы были интересные на которые будет целесообразно отвечать не одно и то же по советам аминокислоты я использую аминокислоты компании ВПЛАП а ультимейт аминокислоты есть АБЦА выбрать у нас есть сейчас два вида в ВПЛАПе это 2.1.1 и 8.1 идеальные вообще ничем не могу сказать вам лучше у брата есть девушка хоть бы нет так сейчас кардио тренировки я выполняю после после силовой тренировки в количестве 40 минут в интервальном режиме интенсивность невысокой 4 минуты в обычном режиме где-то пульс 120-125 1 минута высоко интенсивного высокой интенсивности но то пульс разгоняется где-то до 155 ударов в минуту в летстве 27 ВПЛАП это один из самых лучших антикатаболических препаратов спортивного питания которое позволяет тренировку провести более эффективно также отвечает за восстановление очень хорошая добавка то есть основная аминокислоты не очень нравится мне речь прямо так что не советую программу тем более парень подготовленный вероятнее всего использует фармакологию для обычного парня это не подойдет за две недели 5-10 килограмм пытайся в макдональдсе и ничего не делай наберешь 6-10 килограмм жира вероятнее всего так амина x вообще не нравится аминокислоты 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 потому что много там всякого говна и достаточно большая порция и в тот или не очень цена качество не сказал бы чтобы хорошая не будет перетренированности если делать понимаешь что ты вывозишь план объема все зависит от объема тренировочного процесса твоего восстановления я тренируюсь всегда в поясе это связанные с моей проблемой с пупочной грыжей в то же время это связано с тем что мышцы коры не развиваются и твоя талия остается узкая она не развивается стоит ли употреблять быца в 14 лет почему нет если тебе их не хватает если интенсивно тренируешься с пользой конечно дека плюс сус но сто процентов нет лучше курица плюс гречка максимальное количество тренировок в неделю тренировок в неделю зависит от вашего цикла тренировочного процесса очень разные циклы у каждого соответственно под этот цикл нужно быть ну и применять тренировочный процесс в клубе буду работать но это обязательно вы узнаете в новостях я вообще работаю в москве персонально да ты можешь обратиться я могу приехать даже к тебе в клуб потренироваться с тобой в твоем клубе теперь обычно я так и делаю так и отсюда не вижу нифига я а консультация онлайн у меня стоит цены на консультацию онлайн 10 тысяч рублей введения в месяц и 5 тысяч рублей нет консультация разовая если ты хочешь разово задать какие-то вопросы ответить получить на нее ответы почему не растут руки вероятнее всего из-за техники выполнения упражнений кстати очень важно чувствовать руки в каждой точке амплитуды очень важно пиковое сжатие в конце точки амплитуды ты накачанный вероятнее всего что нет зарабатываешь на железе я бы не сказал если бицепс не чувствуете попробуйте упражнение на статодинамическом режиме это сверх медленные повторения с пиковым сжатием конце точки амплитуды они очень помогают хорошо почувствовать целевую мышечную группу вы как все информации с на сайте www.synkin.pro обязательно буду делать больше видео как и обещал очень эффективная добавка как креатив нормальный телевизор почему это тоже нормальный нет не важно самая главная информация тут нужно получать а там ее не цена в один тренировочный день я использую обычно один принцип тренировочного процесса пускай это будет сверх медленные повторения пускай это будет допсеты но это всего лишь один принцип персональная тренировка сейчас стоит 3000 рублей почему-ка эти носушки бессмысленно вообще никак не влияет на сушку шкафы нормальные спасибо вопросы ребят привет конечно же спасибо ты упражнение наверх груди ну однозначно те которые ты лучше всего чувствуешь для меня это тренажер смита это наклонной лавки также очень люблю кроссовера с выведением вверх и тренажер и хаммера также наверх груди не успеваю из каш я использую греческую кашу обычно это перловая каша геркулес рисовая каша более редкая ни за что не дорого выбирай сейчас в интернете вероятнее всего будет дешевле девушки стоит качать грудь но вообще тренировки девушки наверх они должны быть не такие интенсивные не такие объемные а учился я в колледже бена вейдера а также учился не успеваю не успеваю очень много вопросов всегда ли нужно работа в отказ ни в коем случае никогда не надо работать в отказ это может быть какой-то принцип до работа в отказ но не каждый раз ни в коем случае никак жимы вверх не ухудшают вас вероятнее всего если объем ног не улучшается улучшается качество и присутка вероятнее всего ты не доедаешь потому что видишь у тебя качество растет а объем нет значит надо больше кушать больше кушать больше потреблять калорий побольше белка в то же время качество при тренировке ног не должно улучшаться если ты работаешь на рост ты будешь расти качество не может расти в этом случае привет за три месяца до выступления это зависит от твоей формы я вообще не понимаю отличие натурального тренинга от какого-то от фармакологического тренинга все какую-то ищут какую-то разницу что-то стали натуралы тренироваться очень мало почему в чем причина понятное дело что ты должен подбирать что ты должен вывозить объем да на фарме ты вывезешь больше объема и интенсивность ну бывает кому-то достаточно двух упражнений кому-то трех кому-то четырех подбирай работай самая главная твоя задача увидеть прогресс ты сделал фото одно сделал фото через четыре недели посмотрел сравнил и сказал работает на тебе это или нет манипуляции водой перед стартом ребят такие вопросы это очень очень сильно зависит от вашей формы обычно это обычно это подъем воды там скажем на какой-то промежуток времени потом постепенное снижение либо резкое снижение в зависимости опять же от формы если широчайшие мышцы остаются вероятнее всего что ты не очень хорошо их чувствуешь чувствуешь именно в упражнениях обычно это очень сильный лордоз в пояснице который не позволяет как раз бить в широчайшую а вся нагрузка забирается вверх в спины попробуй посмотреть на свой корпус если он сильно прогнут то это не очень хорошо сделаю более прям более жестким на эту готовку все можно узнать на моем сайте есть контактная информация полярный веба веба в т.п. сенкин.по блин не успеваю какой рынка луга калуга это большой город и что делать если от даша чаще отстает а все в остальном ты идеален тогда ты можно на олимпе собираться Притренировки используешь, обычно не используя притренировочные комплексы, потому что они раскручивают центральную нервную систему, абсолютно точно не сейчас, потому что вся цикл не такой интенсивный для того, чтобы использовать, ну скажем, да, всевозможные притренировочные комплексы, достаточно обычного какого-то допамп-эффекта, АКГ, Центрулина, возможно Турлина чуть-чуть. Почему нельзя работать каждый день в отказ, потому что твоя центральная нервная система скажет потом, хватит парень, прости, я больше не могу. Вес застой. Ребят, если у вас застой вес, стоит посмотреть на ваше питание. Если вы не растете, если вы не увеличиваете вес, вероятнее всего, что вы мало кушаете, мало потребляете калорий. Как сушиться на креновом классе так же, как и с другим, к обычным соревнованиям, ко всем. Смотрю в камеру, не видно, что ни хрена. Блин, ты что ж так быстро-то? Можно медленнее поставить интересное сообщение? Так, вот хороший вопрос. Сколько по времени должна быть специализация на мышечную группу? Вот с моим тренингом, Дмитрием Севастьяновым, последнюю специализацию на мышцы рук мы сделали по 4 недели, два цикла, 4 и 4. Получилось 8 недель. Сейчас мы пришли к другой специализации на мышцы руки. Я бы сказал, что специализация на мышцы руки очень хорошо сработала, улучшилась форма и даже улучшился объем. Очень тяжело руки идут, очень тяжело. Как плечи, как арбузы накачать? Ну, попробуй различные методики тренировочного процесса и многоповторный тренинг и малоповторный тренинг. По-любому ты придешь к тому, что работает на тебе и будет давать максимальный результат для тебя. Как ли он протягал? А что ты хочешь узнать или? Можно ли использовать синтез с умом? Думаю, что не стоит. Вот обычно кто говорит, что у них руки отстают, обычно у вас общая масса тела отстает. Ребят, может быть, стоит заняться в первую очередь ногами. Обычно, знаете, вот новички, которые обращаются ко мне, говорят, вот у меня руки отстают. Ребят, у многих отстает сразу все. Даже у меня сейчас отстает еще все. Общего объема еще недостаточно. Так что попробуйте работать на общий объем. Руки на общем объеме вырастут. В приседе, если у тебя ноги не чувствуются в приседе, значит 100% техника плохая. Потому что в приседе, чтобы чувствовать квадрицепс, нужно приседать в него. Если ты будешь распределять нагрузку на бицепс, бедра, ягодичные мышцы и спину, вся нагрузка уйдет на эти синергисты и ключевая мышечная рука работать просто не будет. Генетик Лаб. Хороший спорт пит. Использовал ЛКГ, мне понравился. Чтобы придать телу V-образную форму, в первую очередь, твои тренировки должны быть нацелены на работу над пропорциями. Чем лучше твои пропорции, тем твой вид больше пометает, вид V-образный. Для этого помогут очень хорошо упражнения, такие как ловер, подтягивания широким хватом, узким хватом, работа на большую круглую мышцу, а также работа над процентом жира, который, наверное, мешает некоторым полным людям увидеть свои пропорции. Когда меня увидим в классе физика, вот сейчас, давайте, может быть, для всех, потому что вопросов этих очень много, сейчас у меня прицелит операция. Операция будет над животом, будет вырезание там пупочной грыжи, ее, не знаю, как сказать, пупочная грыжа, короче, у меня ее надо оперировать. После операции будет какая-то реабилитация. Чем быстрее реабилитируешь, тем начнем быстрее подготовку. Вот мы сейчас планируем, как максимально быстро это все сделать и приступить уже к подготовке к соревнованиям. А так, задача есть. Что написано? Смотрение плохое. Да просто нифига не видно, если сейчас сказать. Болит коленка при базовых положениях. Так, если болит колено, в первую очередь нужно обратиться к доктору. То есть, понимаете, и тренироваться не стоит с болью, тем более через боль. Не надо этого фанатизма, да-да, ничего хорошего это точно не доведет. Как ты только мобилизуешь, мобилизуешь, да, колено, как ты его реанимируешь, реабилитируешь, тогда можно приступать к тренировкам. И обязательно должны быть и многоповторные тренировки, потому что это нагружает один тип мышечных волокон. Также должны быть какие-то классические повторения, также может быть даже малоповторные повторения, может быть какая-то динамическая нагрузка. Что случилось на тебе, никому не понятно. Говорят, что проблемы со связью. Со связью проблемы? Ну, это не наши проблемы, у нас все хорошо. Тренера я не сменил. Тренерская команда – это большой штаб. Кто-то отвечает за какие-то функции. Дмитрий и Оксана Шенкина остались и остался в этой команде. И полностью им благодарен, что они сделали для меня. Я никогда не смогу сказать им, извините, я не могу больше с вами там общаться. Они как второй папа и мама. Так что мы работаем, дальше продолжаем совершенствоваться. Просто большой-большой труд. Так что тут одному не вывести ничего. На массу. Нет тренировки, ребят, на массу, либо на сушку. Есть разные принципы тренировочного процесса. Так, смотрите, если ты понимаешь, что твои наши затраты, если ты хочешь расти, вот попробуй так сделать. Вот у тебя есть определенное количество белка. Пускай это 2 грамма на килограмм. Пускай это будет 1 грамм жира на килограмм. Пускай это будет 3 грамма углеводов. Ты понимаешь, что с этим весом, вот с этим бжу, ты не растешь. Все, вот у тебя вес на месте стоит. Постепенно, каждую неделю попробуй добавить 100 граммов углеводов. Попитаться так 3 недельки и посмотреть. Вес, посмотреть свою форму. Залило, не залило. Может быть, наоборот, стал качественней. Качественней стал. Значит, еще надо добавить, если ты хочешь работать на массу. Работайте. Работайте с количеством белков, жиров, углеводов. Постепенно добавляя или убавляя. Вы будете понимать, к чему вы придете и к чему нужно идти. Кто-то набирает, кто-то хочет, наоборот, подсушиться. Задача у каждого своя. Но манипуляции с питанием, они должны быть обязательны. В чем плюсы занятия ценам? Я вообще не понимаю, как можно без тренера добиться какого-то результата. Мотивация. Ребята, мотивация это путь в никуда. Я всегда так говорю. Почему? Потому что сегодня я замотивирован, завтра я замотивирован, послезавтра замотивирован. А когда-то через неделю уже все. Мотивация пропала. Есть такая штука, называется дисциплина и план. У меня есть задача, у меня есть план. И по-другому я не могу сказать. Вот сегодня я замотивирован на тренировку не пойду. Есть план, есть задача, я ее просто выполняю. А, да я. И стараюсь сделать так, чтобы не было стыда перед собой. Вот мой девиз, скажем так. Это планирование и дисциплина. Сегодня достойно в спорте выиграл? Ну не знаю, если это для тебя достойно Арнольд Классик и чемпионат мира, то выиграл. Если нет, то буду стараться оправдать твои ожидания. Блин. Какой у тебя планшет? У меня нет планшета. Есть. Айпак Эйр. А. У жены моей. Сколько добавить его? Постепенно добавлять его Классик. Ты слушаешь меня вообще или нет? Не нравится. Спортивные сухие? Нет, не нравится. Сколько стоит делать кардио на массе? На массе стоит делать кардио для того, чтобы поддержать свою функционализацию. Как тебе уличный тренажер в городе Калугу? Ну я считаю, что это фигня. Ха-ха-ха-ха. Как тебе уличный тренажер в городе Калугу? Ну я считаю, что это фигня. Ха-ха-ха. Однозначно нужно в натуральном рисе подготавливаться. Нужно постепенно убирать количество углеводов. И чем дальше ты начнешь готовиться, тем лучше. Потому что постепенно, постепенно, постепенно сможешь увести лучшую форму. Нежели чем ты сразу с места в карьеру начнешь резать углеводы и уходить без углеводки. Может какую-то еще дальше. Дэм касается, молодец. Ха-ха-ха. Что-то спрашивают, Витя. А, я не знаю. Может быть и смотрят. Ха-ха-ха. Однозначно нужно делать кардио. Просто из-за утенировки нам никак не до. Какой сейчас у меня БЖУ? У меня сейчас горка. Я начинаю с одинакового количества белка. Это 250 граммов белка и 120 граммов жира. Это значения у меня неизменные. У меня 6 дней. В первый день я дем 100 углеводов. Во второй день я 200 углеводов. В третий день 400. В четвертый 400. В пятый 200. И в шестой 100. И по кругу. Ну что. Давайте последних несколько вопросов. И мы сегодня закончим нашу замечательную трансляцию. Так что давайте подготовьте самые лучшие вопросы. Шредер. Шредера знаешь? Что это такое? А, из черепашек дидзи я так с этого Шредера. Классный вопрос. Кстати, вот хороший вопрос. Во сколько ты ложишься спать. Все зависит от того, сколько ты восстанавливаешься. Я могу, например, лечить в 4 часа ночи, но я понимаю, что я высплюсь, просплю эти 10 часов и встану в 2 часа дня. Да? Если тебе позволяет работа, учеба. Если тебе не позволяет работа, учеба. Нет. Обязательно нужно восстанавливаться. Минимум тебе надо спать как минимум 8-7 часов. Понятное дело, что ты должен понимать, что ты максимально восстановился и готов провести тренировочный процесс на все 100. Все на все 100 сделать. И ни в чем себе не отказывать. Все хотят больше времени. 30 минут, говорят, только. Ребяточки, ну про 30 минут давайте лучше каждый день. Я тебя 2 часа ждал. Блин-то, ну извиняй, буду стараться делать больше. Вопросы задавайте поинтереснее, тогда я, может быть, буду оставаться с вами на большее. Можно ли набрать массу аккуратно без жиля, ребят? Вот это такой вопрос. Невозможно набирать, не увеличивая процент жира. Это невозможно. Это только в сказках может быть. Если ты растешь, ты растешь везде. Проценты жира ты тоже будешь расти. Но понятное дело, что ты можешь сделать разные качества. Ты можешь там процентаж набранного мяса и набранного жира менять в пользу мяса, нежели чем жира. И наоборот. Да? В зависимости от тренировочного процесса. Так что можно аккуратно набирать мясо без жира. Но это будет все равно прирост процента жира. Никак не уменьшение. Семинары на ютубе есть. Да. Так, кстати, семинары я даю. Семинары проходят в всевозможных городах. Также мы будем проводить в Москве. А также один из семинаров выложен на канале ютуб. Они не все части. Но вот сейчас, надеюсь, мы домонтируем и он будет до конца. Музыку не слушает. Музыку? Слушаю музыку. Я только в автомобиле. Это в основном радио, либо радио даже спорт. На тренировке музыку не слушаю. На кардио я обычно смотрю либо какие-нибудь каналы по бодибилдингу, по тренировкам, по всевозможным мотивационным видео. А также я вот сейчас смотрел каникулы тайские. Очень мне понравились. Интересно смотреть про своих друзей, чем они там занимаются. Кто такой Севастьянов? Севастьянов это мой тренер. Дмитрий Севастьянов это тренер мой, который сейчас меня ведет, который сейчас помогает в моей подготовке. Очень грамотный и молодой, но очень головастый специалист. Спасибо, буду стараться. Часы Polar есть? Есть. Тренируется с пульсометром. Да, однозначно я тренируюсь с пульсометром, я даже скажу больше. Я использую пульсометр не только в кардионагрузках и контролирую свою частоту сердечного сокращения на тренировке кардио, но также и контролирую частоту сердечного сокращения во время силовой тренировки и даже бывает работают до восстановления. Чтобы лучше закисляться. Сделаю семинар в колоде. Ну, если вы придете, вы организуете посещаемость, хотя бы 20 человек придет, обязательно организую. Ну, давайте заключительный вопрос. Ценник, лучше задавайте вопросы про цену в личные сообщения, я обязательно вам отвечу каждому. Вся информация есть на моем сайте. Мои контактные данные я имею ввиду. Это www.simkin.pro Так что, ребят, приятно, что вы задавали вопросы. С вами был Виктор Симкин. Ждите трансляции в Перископе. Готовьтесь задавать интересные вопросы. Тогда мы будем с вами разговаривать намного больше. И вы узнаете все о бодибилдинге, о моей подготовке. И я помогу в подготовке вашей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok